Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, все честные отцы, дорогие братья и сестры, завершается первая седмица, первая неделя Святого Великого Поста. Сегодня мы совершаем Божественную Литургию, причащаемся Святых Христовых Тайн. Это главное установление церковное, все, что совершается в Церкви, каждое богослужение, каждое чинопоследование имеет свою целью приготовить нас к Таинству Евхаристии и к принятию тела и крови нашего Спасителя. Один преподобный отец говорил, что блажен человек, то есть счастлив тот человек, который может видеть ангелов из-за чистоты своей жизни. Но другой преподобный отец возражал и говорил, что гораздо более счастливее и блаженнее тот человек, который способен и может видеть свои собственные грехи и свои собственные недостатки. И вот пост, время, которое мы посвящаем, к тому, чтобы проанализировать свою жизнь, изыскать в уголках нашей души и нашего сердца всякую скверну, всякую нечистоту и очистить их нашим покаянием, нашей молитвой и обязательно причаститься к Святых Тайн Христовым. Мы просим Бога прощения грехов. А для чего нам необходимо прощение грехов? Почему человек должен говорить, что я каюсь, я исповедуюсь, я прошу Тебя, Господи, прости меня? Что дает нам это прощение? И вот Господь через Таинство Причастия говорит, насколько ценно прощение грехов человека, потому что ради этого прощения Бог заплатил самую высокую цену. Он отдал свою жизнь, он был распят, и мы принимаем его тело и кровь во очищение наших грехов и одновременно для жизни вечной. То есть грех – это тот груз, который не позволяет человеку оторваться от этой земли и соединиться с Богом. И без прощения грехов невозможно изменение человека, его очищение и его соединение с Богом. И вот Таинство Причастия омывает в нас наши грехи через смерть Господа Иисуса Христа. Избавляясь от грехов, мы воскресаем для жизни вечной и бессмертной. И вот в Великом Посту мы совершаем сугубую молитву о всех тех, кто перешел в мир иной. Как на некоторых кладбищах на входе бывает написано, от имени умерших мы были, как вы, а вы будете, как мы, которые здесь на кладбище лежат под слоем земли. Мы молимся о том, чтобы Господь простил их согрешения, вольные и невольные. Но главный смысл нашей молитвы о умерших – это изменение нашей жизни. Это не повторение тех ошибок, которые совершали наши близкие, перешедшие в иной мир. Мы молимся о том, чтобы Господь очистил их души и нас изменил, сделал так, чтобы мы тоже жили по заповедям Божьим. Если, как святитель Иоанн Златоуст говорит, у тебя есть три пути человека. Ты можешь не грешить, что чрезвычайно сложно и невозможно. Если ты грешишь второй путь, то ты должен каяться в своих грехах. Если ты не хочешь каяться в своих грехах или не умеешь, то есть третий путь. Ты за лето будешь страдать. И через страдания ты будешь очищать свою душу. Так вот, чтобы не страдать, нам необходимо быть на тайне среди исповеди и обязательно причащаться к святых крестовых тайнам. Я всем желаю хорошего поста, Божьей помощи в несении, подвигов Великого Господа, а всем нашим усопшим вечная память и вечный покой. Спасибо Господу, спасибо Господу. Аминь. Спасибо. Спасибо.